Друзья, всем привет! Евро закончился, а новый сезон в топ-лигах еще не начался, а зато на трансферном рынке жизнь кипит на полную. Это мы обсудим в новом выпуске обратного отчета. Напомню о правилах. На первый вопрос мы даем друг другу пять вариантов ответов, после чего бурно спорят. На второй вопрос четыре варианта, и градус растет. А вот на пятом вопросе иногда летает предмет. С вами я, Саня Журавлев, фанат Челси. Мы снова закупились в детском саду. Васан Балан и Саня Ткачук, фанаты Барселоны. Сколько вы задонатили на трансфернику, и римцы, кстати? А много очень. Мы очень богатые. Ткачук вообще миллиардер. Понял? Бойтесь все нас. Так говорит Лапорт обычно. И Дима Панферов, болельщик ПСЖ. Дим, как тебе презентация Мбаппе в Мадриде? Uno, dos, tres. Хало Мадрид. Ага, спасибо. Мы переходим все-таки к первому вопросу. Итак, парни, сначала поговорим про те трансферы, которые уже произошли. И команды, которые уже классно усилились. Очевидно, что это не наши любимые клубы, к сожалению. Но я хочу отметить Баварию с Полини, Алисе и Ито. Эмью с Йорой и Зеркзей в целом адекватным трансферным окном. Ювентус активно стирает флэшбэки Аллегри покупками Дугласа Луиса, Ди Григорию и младшего сына Лилиана Тюрама Хефрена. Ну и Реал, закрывший позицию нападающего, Эндриком и Мбаппе. Ну и, собственно, пятый клуб вы напишите сами. Давайте расставляем в приоритете и объясняем, почему так. Так, ну что, все написали? И прежде чем мы перейдем к обсуждению, хочу поблагодарить наших друзей из фона за помощь в создании контента. Они поддерживают все наши ролики и соцсети, а также являются спонсорами таких команд, как ЦСКА, Хрельсоветов, Акрон, Ростов. Ну и в целом активно помогают развивать российский спорт, заглядывать к нам в телегу почаще. Ну а теперь спасибо ребятам и открываемся. Ю-ха! Так. А Саш, ты решил написать восемь вариантов? Не-не, это я просто в Астон-Вилле написал, кто пришел, чтобы не забыть. Кто ушел? Кто пришел, чтобы не забыть. На Б. Вот. Кто будет начинать? Так, Бавария, Реал, Ювентус. Ну давай мы с нас начнем. Мы два за Баварию. Давайте, ладно. Ну, с другой стороны, мне кажется, тут все очевидно, обсуждать нечего. Мне кажется, что виден, так скажем, вектор в том, что берут не супертопов, но при этом те, кто очень круто сыграл. ИТО в Штутгарде, очень крутой сезон. И из-за него я так понял, что торгуют Деликта. И мне кажется, что это правильно, что вы замените защитников одного уровня. Для меня ИТО и Деликта одного уровня. Сразу говорю, можете, потому что Деликт для меня, ну, странный футболист. Пока, кроме того сезона в Аяксе, вы помните хоть один сезон, что он провел суперстабильно и, типа, на высоком уровне я ни разу не был. Ну, поэтому для меня это такая... Отрезками было. Ну, вот отрезками. Еще, знаешь, почему я тоже Бавария первая? Потому что они усилились во всех зонах, во всех линиях. Плюс они закрыли самую проблемную позицию, о которой говорил еще Тухель. До ухода, да, взяли по линии опорника. Ну, и мы на Евро увидели, что по линии реально за двоих играет, чувак. И он раскроет, соответственно, руки и свободу таким людям, как Павлович, таким людям, как Мусиала, потому что он реально за двоих в опорке работает. Ну, и Алисе, я думаю, что в его лице они получают замену Каману, который просто надоел всем. Гнабри, который может по полгода сидеть на травмах. И Сане, который, видно, что, ну, то есть, эти травмы, которые возникают, они не дают им играть стабильно. И Алисе такое, такое, типа, полгода провел за Пелошу. Я, если честно, вот прям хочу, я, будучи не болельщиком Баварии, хочу, чтобы Алисе стал мировой звездой. Ну, типа, прям разрывал. А знаешь, еще, что классно было бы? Они же кошмарили вместе с Эзе в Кристалл Пелосе последней вот часть сезона, ВПЛ. Принято, если бы они вдвоем были бы, это как связка Робина и Риберия. А я хочу сказать, Алисе идеальный вообще трансфер для Баварии, для Виндера, потому что он быстрый, техничный и травматичный. Просто идеально, да, подлево убирает. Ну, все у них травматичные Виндеры. Что со мной возьмешь, что Гнабри, что Робин и Риберия. Да, я говорю, идеально. Мы поставили четвертым Баварию с Сашей. Ну, мне кажется, я, по крайней мере, объясню свою логику. Окей, Полиня, да, закрывает. Отлично, там 53 миллиона, сколько, 51. Алиса за 53, ну, мне кажется, его берут на банку, это дороговато. А почему его берут на банку? Ну, потому что Сане сильнее в данный момент. Сане сильнее? Ты чемпион Европы смотрел вообще ужас. Алиса проиграл полсезона классно. До этого он постоянно травматичный, Саша правильно говорит. Ну, не постоянно, но у него... Ну, он очень хрустальный человек. Я не знаю, может быть, мы выведем так вот титром. Ну, вам не кажется, что хрустальность ВПЛ чуть-чуть, ну, становится легче в Бундеслиге? Потому что не такая... Робин так не думает. Кстати, по-моему, Бундеслига... Но это не делает Робина менее великим чуваком в истории Баварии. Не, безусловно, но мы же говорим сейчас про травматичность. Паита, 23,5 миллиона, тоже дороговато, там теперь 7 центральных защитников. Окей, Делихтов уберут, будет 6. Куда так много? Подожди, ну, ты называешь кого-то из них номинально центральными защитниками. Кто из них? Кто прям... Упамекано, Ким. Ну, сейчас, хорошо, Делихтов будут убирать. Да. Ну, есть варианты другие. Какие? Дайер. Ну, пожалуйста, ребята. Да? Ладно, пожалуйста. Дайер – это человек, которого взяли на сдачу. Ну, типа... Ну, то есть, Дайер давайте вообще не рассматривать. Я, кстати, удивился. 23 миллиона – это не деньги. Это очень копейки. Это копейки, но позиция была укреплена. То же самое с позицией Алиса. Мне кажется, это немножечко избыточно. У меня логика была такая. Если уж, давайте я скажу, почему у меня, например, Реал первый. Они взяли супертоповых игроков, для меня силы игроков, которых они берут за нормальные деньги. 0 миллионов евро. Кстати, я очень жду, Саш, что ты в следующем сезоне всегда будешь делать акцент на том, что по трансферной стоимости Реал – самая дорогая команда сейчас. У них 7 человек, которые оцениваются больше, чем в 100 миллионов. Подожди. 7! 7 человек! Подожди. Отлично, отлично. А купили их за сколько? Нет, нет, это не важно. Это важно. Ты всегда говоришь о трансферной стоимости футболистов. А о том, что голова работает у президента нормально. Но рот поджижает. 7 человек, которые оцениваются больше, чем в 100 миллионов. Супер, супер. Реал номер один. У меня, кстати, в списке тоже возвращаемся. Два generational talent они взяли. Ну, я-то котирую. Generational talent. Ты че мою эту... Скирб-жабр-жабр-жабр. Потому что, в основном, лет 5-7 назад примерно равные возможности что у Барселоны были, что у Реала. Но как распорядился Реал своими возможностями? Как Барселона с их лапотой? Мы совершили три исторических трансфера. Это просто, ну, это вот если был бы музей трансферов, Каутиньо де Милик Елизма, это первая тройка в музее трансферов. Никто никогда бы не догадался сделать такие трансферы. А уж брать де Йонга на зарплату, которая равна бюджету клубов в Ла Лиге, ну, это четвертый, понимаешь? Вот. И причем эту хрень будут обсуждать еще лет 30. Они взяли лучшая ворока в мире. Бесплатно. Нет. Подожди, Месси. Стоп. Месси в интервью. Не, вот сейчас мы останавливаемся, все останавливаемся. Ставимся, давай. Ты смотрел Чемпионат Европы? Да. Да. Ты смотрел Чемпионат Европы? Нет, ты реально хочешь сказать, что Мбаппе лучший игрок в мире? Ты человека в маске видел? Ему нос сломали. Ты из шерта повторяешь. Мбаппе сегодня лучший игрок в мире, вот сегодня? Нет. Ну прям сегодня? Месси, так кто? Скажи, пожалуйста. Ну, не Мбаппе точно. А кто? Венисиус. Пеллингер. Точно сильнее. Ммбаппе. Месус слабее. Точно сильнее. Родли точно сильнее. Как бы я не любил Венисиусу? Венисиус сейчас... Сегодня точно сильнее. Ну ты смотришь, Харьков, сегодня? Сегодня и ты не лучший футболист в мире. А я не говорю об этом. Я не говорю об этом. Хотя, в принципе, если подумать... У меня вопрос такой про реал, что там так получилось, что в группе атаки... Им это не надо. Восемь топ-чуваков. Это... Браим Диас. Браим Диас, Гюллер, ну куда девать, да, понимаешь? Я согласен. Там Эндрик тоже, но при этом в защите и в полузащите... Ушел Кросс, да? Начи ушел. Ушел Кросс, а Модрич уже все-таки старенький. Ну, мы же все видели... Подожди, да, мы видели в сборной Франции с полузащитой Чуаминика Мавинга, и что с этой полузащитой? А Верене Бутиоров видел ее? Нет, я ее видел с Кроссом, дорогой. А сейчас я буду видеть ее без Кросса. И это большая разница, друзья мои. Давай мостик, Саша, я проделаю. У него Ивентус вообще первый. Ивентус классно, вариативно усилил плохие позиции, которые были у них слабенькие. Да, возможно, щенца не нужно было менять на Ди Григорио, но он лучше по постшоту, по-моему, в прошлом сезоне. Ди Григорио, это просто невероятный кипер. Лучше по постшоту в прошлом сезоне, собственно, на Европейских чемпионатах. И Ивентус, мне кажется, это делает очень аккуратно. Я не видел там трансферов очень дорогих. Мне кажется, сотка за всех. Но вы обсуждаете Ито за 23, а Дугласа за сколько взяли? За 60? За 60. Ну, блин, Дуглас Луис и Ито. Сейчас скажу за сколько. Он взял. Точнее, его взяли, не одного, а их взяли. За 51 его взяли. За 50. Ну, это замедленная сфера. Мне кажется, это немало. Вот у меня, почему я, извините, почему я Ивентус не ставлю высоко? Потому что эти трансферы, их укрепляют и работают, ну, с точки зрения вектора, под моту. Новый центр поля. Но не делают их топом. Это новый центр поля. Да, но меня не делают. Для меня Ивентус не становится топом по игрокам. Дай я скажу. Что, Рама хотела ли быть поля? Как Дима сказал, почему мне об аварии так низко, потому что, ну, как ты и сказал, что, в принципе, те же самые позиции, ну, как будто не супер обязательно было усиливать. По линии был нужен, но он очень нужен был Тухереву. А вот Компани, он же любит все равно с разыгрывающим опорником играть. А по линии не разыгрывающий опорник. Давай я объясню, почему Ивентус. Ивентус всех этих команд провел самую лучшую трансформацию клуба. Она самая большая и за самые, ну, сравнительно нормальные деньги. Во-первых, пришел Сиага Мотта, да, который вообще по-другому будет играть. И ему нужен был, он понимает, что, так, у меня в защите два, ну, таких дуболома, которых не пройти. Это Гатти и Бремер. Они не протаскивают мяч. Он берет Дугласа Луиса, который протаскивает мяч отлично вообще. Он один из лучших по этой метрике. Он не защитник, а он... Опорник. Да. Дугласа Луиса. Но все равно. И Хефрен тоже, понимаешь? Да. И они оба могут протаскивать мяч. Пусть эти будут стасить. Они будут оба протаскивать мяч. Им нужны были такие игроки. Он их получил. Потом ему нужен был, получается, протапить. Мы видели на Евро, что Щенсеный, ну, уже чуть не тот. Ну, старик. Ди Григорио лучше гораздо. Плюс ко всему, ну, по моим точным ощущениям, сейчас абсолютно в другой футбол заиграет тот же Влахович. Потому что очень так, знаете, политически высказался на пресс-конференции Мотта. Сказал, что, ну, просто ему нужен был чуть другой футбол, чтобы заиграть. В общем, я считаю, что все трансферы именно под него, и это очень важно, и недорогие. Поэтому я его на первое место. Эмью на второе место, кстати. Потому что у них, получается, из трансферов Зиргзе, Йора и Угарты, возможно, придет. Так, в общем, Зиргзе, он не очень дорого перешел, ну, сравнительно для АПЛ, да, за 40 миллионов. И плюс ко всему у них с нападающими проблемы, с нападающими, с вендерами. И плюс ко всему он может, если что, сыграть десяткой. Потом Йора, за ним не зря охотился Реал, и говорят, что Мендеш, собственно, Адент, Адент Мендеш, Адент. Оставьте мне буквально... Который разводит Лурган. Да, да, да. Что он просто-напросто обманул Реала и сказал, что да-да-да, а потом взял его в Эмью и продал. Оставьте мне минутку, пожалуйста, продление Йора, я обязательно хочу сказать. Да, хорошо. И плюс ко всему они Угарты сейчас ходят. Но самое главное, что мне и вам не нравится, трансформация. Они очень правильно чистят сейчас состав. Они убрали уже этого самого Варана, они убрали Марсьяля. Это 590 тысяч фунтов в неделю зарплату убрали. Сейчас Казимира выставили на трансфер. Они очень хорошо чистятся. И самое главное, они делают все трансферы рано. Рано они делают все трансферы. А обычно Эмью делают в последний момент все. И такие, ой, как же нам всех заиграть. И поэтому вот эти два клуба у меня впереди. Можно, Саш? Наверное, когда-нибудь я бы с тобой согласился. Но на самом деле, они купили двух неподтвержденных игроков с опытом игры в топ-лигах за 100 миллионов. Недавно совершенно туда пришел господин Энтони за 100 миллионов. Точно так же с опытом игры вне топ-лиги. И что? И скрылся еще, Барин. Да-да-да, он и не расстроится. Ну, одному 17 или сколько, Йору? 18. И вы видели его даже комплексу? И понятно, что ему надо год просто качаться, чтобы играть в футболе. Ну, скажи, что он дрищ прям, давай. Ну, он реально дрыщняк, дрыщняк чувак, реально. А второй Зиргзе, при том, что мне он нравится, он точно не для футбола Тенхага, не для футбола Эмью. Если бы он пришел в команду, которая владеет мячом, круто атакует, как-то созидает на поле, и в топ-команду, я бы согласился. Но эти два человека, вот у меня есть ощущение, что при всем, что ты говоришь, что это трансформация, казалось бы, да, что новые футболисты. Это очень похоже на то, что взял Тенхаг до этого. Я просил минутку про Ленин Йора. Я написал у себя в канале, я хочу с вами обсудить. Мне кажется, что Эмью этим трансфером ударил по носу Реалу. Реал привык к позиции Варана такой. Вот, на такие же комменты я словил. Смотрите. А вот, что это меня... Ты знаешь, что Виталий к Тенхагу? Это как Гулливера, я не знаю, муравей там. Нет, погоди, я объясню. Смотрите, алзологик. Реал привык в ожидательной позиции ждать, пока игроки к ним придут. Ждать окончания контракта. Вот они ждали Йора, хотели Йора. Да, они хотели. Они сильно хотели Йора. А где Йора будет играть? Он будет играть как в Эмью. Потому что Эмью не забавшлял денег. Правильно? Да, Эмью выглядит странно в этой ситуации, я согласен. 18 лет в Шиваку, 62 миллиона стоит. И все это странно. Но Реал наказали. Потому что Реал не получил игрока, которого хотел, не дождался. И он теперь не перейдет в нормальный день. Я, кстати, еще очень надеюсь, что с этого сезона все, кто обозревает футбол, начнут говорить не только про Бенфику, не только про Аякс, а про Лиль. Это просто реально фабрика. Они просто каждый год кого-то мега дорого продают. Каждый год. Я посмотрел, начиная еще с времен... Азара. А потому что еще были и Асим Хэн, и Ау, и Пепе. Просто за космические деньги, с учетом того, за какие они покупают. Никто из вас точно не поставит на второе место Марсель. Но я считаю, что вот там очень все правильно. Взяли системного тренера Тедзербису, фрика сумасшедшего, да? И футболистов ему берут. Ну, тех, кому есть что доказывать. Мне нравится, что берут Марселя Гринвуда, на которого накинулись опять за все эти старые истории. Но это крутой трансфер, да? И Хойбер, который уже в Марселе. То есть, ну, классный. И, кстати, он всегда злой. Хойбер в какой команде бы ни играл, по спортивному очень злой. Просто тут еще в Марселе игроки есть подходящие для Тедзербис. И я думаю, что Марсель – это реально претендент на то, чтобы быть вторым во Франции в этом ситуации. Давайте я про Астан Виллу скажу. У меня здесь Астан Вилла еще пятая. Я тут написал их трансферы. Во-первых, Матсон. Он реально классный на левый фланг. Он враговат. Арчер и Филоген. Мы их не знаем. Что? Арчер и Филоген. Кто это? Кто это, Саша? Это Арчер из лучших игроков чемпионшипа прошлого сезона. Филоген номер четыре, по-моему, по оценкам. Это что за мазь? Не Финалгон, а Филоген. Финалгон – это ты просто. Серьезно? Мы сейчас потратили полторы минуты на выдать две фамилии? Подожди. Обсуждают супер трансферы? Хорошо. Баркли. Он – она. Короче, смысл в том, что мне кажется, что основе велосипеда покупается в Лигу Чемпионов. Да, они в Дугласа Луиса отпустили, но им срочно нужно было там его деньгам. Пустили системного главного футболиста. Не Магин, как показал чемпионат Европы, а именно Дуглас Луис. И вот как они его будут менять сейчас? Более того, оттуда сейчас уходит Диаби, Муса Диаби уезжает в Али Техан. Я не считаю… Смотри, мы смотрим усиление. Как раз Муса Диаби, Филоген его заменит. Какой ты нахрен Филоген, блин? Финалгон, блин. Заменит Диаби. Блин, ну давай посмотрим по сезону. Посмотрим, но… А Диаби плохо провел вторую часть сезона. А Филоген сейчас сразу 15 забьет. Блин, сейчас тебе скажу сколько он задел. Мусан, знай твои прогнозы. Филоген, потом из чего скинешь в карманчик пятнашечку. Номер 4 по оценке в хоскор чемпионшипе, 12 плюс 6, Оливер Макберни, который переходил в Шеффилд. Я, кстати, уже четвертый год про него говорил. Это крутой пример. Оливер Макберни. Чувак реально был главным галиадором чемпионшипа, пришел в Шеффилд за 30 миллионов. Мы забыли, кто это такой. Нет, я согласен. Он хуже, чем Гаррио Коннор, который приезжал в локомотив к Вовану. Смотри, у нас Байер и Баруси. А что за Байер? В смысле? Мартен Терье. Знаешь такого игрока? Да, Терье, знаю, да. Это левый защитник из Рена. Крутой. Левый пол защитник. Крутой. Алис Гарсия из Жирона. Крутой? Not bad. Отлично. Но ты знаешь, что Гарсия не будет играть? Потому что у тебя есть Паласиус, Джака и Андрих. А где будет играть? Там им не хватало очень вариативности. А у них сейчас еще Лига чемпионов. Очень нужна вариативность. Их одни и те же играли. А кто будет сидеть, Гремальд или Терье? Терье, левый форвард. Он не будет играть форвардами. А кого он будет играть, если он левый вингер по профилю? А, подожди. Это не Трюфье, а Терье. Терье. Какой Терье? Ребят, кто смотрит Лигу-1, это просто такой сталевар. Вот ему надо заводить и лить фигуры из стали. Он чистый сталевар. А если я тебе скажу, что он 4 сезона подряд забивает больше, чем XGC? И что? Потому что он классный форвард. Его хотели Ливерпуль, МЮ и Челси. Я очень коротко тут скажу по Руси, потому что они зацепились за Гераси. Человек, который стал третьим бомбардиром Бундеслиги в прошлом сезоне. Вообще кошмарил за... Только там что теперь делать, Аллеру и Фюлькругу? Ноль ничей забил. А сейчас Фюлькруг, может, Милан... Милан решил всех... Он всех столбушков хочет подписать. Столбушков? Да, сейчас Милан всех подпишет. Как он рождает эти словечки? Столбушки. Вот еще Антон защитник хороший. Это какой-то топ. На место Хуммельса. Потому что Хуммельса нету, да. Вот, все. Летом очень сложно до кого-то дозвониться. Если кто и нужен, он в отпуске. Да и самим работать неохота, если честно. Кто вообще может работать летом, а? Ребят, я сейчас вообще-то работаю. А, ну точно. Вот это мы вдвоем, это нас четверо. Наш оператор Вован, ну и ты наш зритель. Ну и еще, конечно, наши друзья, доставка еды в Фудбенд. Круглосуточно и без выходных они готовят и доставляют вкуснятину по всей Москве, а еще в Алматы и кое-где еще. Ну и везде по промокоду МЯЧ25 горячая летняя скидка на все заказы и любые блюда. Многократно, хоть каждый день бери разную еду. Чем больше заказ, тем больше скидка. В меню, например, пицца из печи. Летом полезнее есть дары моря и овощи. Так что у нас морепродукты с песто, кальмарами и осьминогами. Ну и еще пицца, креветки с бужениной. Да-да, так тоже можно. А если не едите тесто, берем красивые и сытные покеболы Фудбенд с лососами или креветками. Если надо, можете добавить еще роллов и суши. Большие сеты на компанию тоже есть. А что касается овощей, у нас сегодня вокбаклажаны в китайском стиле. И картошечка с грибами для нашего оператора в русском стиле. Кстати, для предпринимателей есть и франшиза Фудбенд. Если вы сами мечтали открыть пиццерию в своем регионе. Ну а тем, кто просто хочет уже вкусно поесть, кликаем по ссылке в описании. Пишем в Фудбенд код Мяч25. Скидка на все заказы. Ну и приятного аппетита! Переходим к клубам, которым еще только предстоит усилиться. Тут и команды, которые или не укрепляются, от слова совсем, ну, понимаете, да? Или совершают сомнительные покупки. А как вы уже догадались, на выбор у нас Барселона и Челси. А еще Арсенал и свой вариант. Раскрываемся. Так, Барса, Барса. Все, я понял, вы все против меня, поэтому дайте... Нет, подожди, мы за тебя. Тебе не Барселона? Это ты против Барселона? Объясню вам, друзья мои. Вы смотрели все чемпионаты Европы? Так. Вы видели, кто выиграл чемпионат Европы? Да. Вы видели состав команды, которая выиграл чемпионат Европы? Сколько там из Барса людей? Кстати, четыре игрока, а связанных из Академии семь. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что чемпионат Европы, мне кажется, ну, при всей критике к нему показалось, что можно выигрывать большие турниры не топовыми футболистами. Можно выигрывать за счет того, что есть химия, за счет того, что есть организация игры, за счет того, что есть желание себя проявлять. И мне кажется, что в Барсе сейчас при флике и при всех этих проблемах как будто есть достаточное количество футболистов, причем учитывая финансовые проблемы. То есть если бы у нас сейчас у Барса были бы деньги, я бы сказал, да, на фоне реала вот такого, на фоне всего этого надо заходить, мочить. Но так как у нас нет денег, то я не понимаю смысла сейчас активно вести себя на трансферном рынке. Ну, подожди, хотя бы свободный агент, хотя бы аренда. Нет, потому что, ну, ситуация с Ромео показала, что это не работает. Ситуация с Маркуса Малонца показала, что это не работает. Все эти свободные агенты не работают. Хорист в цене? Ну, нормально же. Один человек из трех. А я тебе скажу трех в это же время. Там еще Бельярин тоже не очень. Ну, подожди. Мимо, мимо. Канцелло приходил, в принципе, пользу принес. Но это подожди. Это дорогая аренда из дорогой зарплаты. И сейчас есть вопрос о том, что это не будет продлеваться именно из-за денег. Да, да, да. Но все равно, хотя бы как-то нужно усиляться. У нас все упирается в деньги. Все упирается в деньги. Пацаны, но это не значит, что у Барса не нужно усиляться. Это значит, что у Барса нет денег. Нет, я объясню, что стадия проекта сейчас находится такая стадия, что сейчас мериться с тем, что мы реально можем конкурировать с Реалом, нет смысла. Мне кажется. И наоборот, скорее бы, вот сейчас Фати тренируется с командой, не вылезая. Ну, то есть приходит тренер. Ты веришь еще в него? Флик. Флик приходит тренер такой, при котором физподготовка в Баварии была на высочайшем уровне. Это вообще главная проблема наших последних лет. В том числе провал с Фати был из-за того, что наш медицинский штаб, наша физподготовка бы работала плохо. Там Гави с Крестом. Гави с Крестом. Да, опять же. Ну, то есть я к тому, что лучше бы сейчас заложить какой-то фундамент уже в этих действующих игроков. Ну, я не удивлюсь, так как Флик доверял молодым у себя в Баварии, да, то я не удивлюсь, что там Бальде может сделать скачок какой-то мной критикуемый, там Фати может на какую-то... Пацан, так кто на левом фланде Атати будет играть? Скажи, пожалуйста. Так у нас есть Ферран Торос. Опа! Твой любимый. Если ты меня слышишь, Ферран, ты скажи спасибо, что ты носишь эту футболку, что ты там еще недоволен? Охренел, блин. Каждый день выходи, смотри в небо и благодари его, что ты играешь в Барселоне. Подожди. Топ-клубов нет, которые без сильных виндеров играют. Просто их нет. Ламин Ямаль сейчас самый сильный виндер в мире. Да, вправо. Слева кто? Пусть будет вправо. Да, пусть у нас будет колен направленный план. Два виндера у нас на себе по-любому. Вы так говорите, будто бы Ника Уильямс, что это нереально. Они же пытаются договориться. В том дело, что это реально. Поэтому мне Барселон на первом месте. И Ника Уильямс, ну просто позарез мне. Вот так. Я не считаю. А куда девать Рафинью? Куда давать Феррана? Куда девать? Феррана вообще продать можно? Смотри. Если бы можно было, давно продали. Слушай, 17... Никто не хочет покупать Феррана. Никто. 17-летний все-таки Ямаль. Я не думаю, что выдержит весь сезон 65 матчей. Он в топ-5 по количеству сыграл. Там Рафиньи есть, Саша. Да, но он не целый сыграл. Саша, есть Рафиньи с подмену? Да, да, да. Но он не левый, в принципе. Он лучше справа действовать. У вас левого вообще нет человека. У вас нет человека в центр еще одного надо бы. У вас сопорника нету. Басан, на самом деле я считаю, что Барсе реально надо укрепляться 100%. Да чем? Тугриками? Чем ты будешь платить? Подожди. Газон уже весь ноу-камп продали на 30 миллионов. Что еще происходит? Асфальт, блин, вокруг ноу-камп продал? У нас, кстати, есть. Даже на студию мы чуть-чуть вложились. Газон, камп, ноу. Смотри, ты говоришь, недорогим составом можно выигрывать. Но это работает, получается, только... И на коротких турнирах. Да. То есть, допустим, берем Лигу чемпионов. Кто выиграл? Реал. Выиграл Мансити. Реал, наоборот, показал, что они очень умные. Либо практически... У них есть сезон, где вообще не закупали. Там супер состав. Ребята, перед началом прошлого сезона, когда пришел Хасел и все остальное, и случились все травмы, никто не ожидал, что Леал выиграл. Да, никто не ожидал. Но у них казался настолько крепкий состав, что даже с травмами они стали чемпионами. С ветеранами, понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, что, скорее, главное сейчас усиление трансфера должно быть в рамках физподготовки. И Барса легко может повторить результат. Одна четвертая в Лиге чемпионов во второе место можно повторить без траты денег. Мне кажется, в чемпионате Испании Барсы, в принципе, второе место обязаны занимать просто по умолчанию. У тебя логика, что не надо в дырявой лодке заплатку просто ногой закрывать? Абсолютно, да. Я бы потратил сезон на то, чтобы у нас по итогам сезона 3-4 человека стали топами, а кто-то стал предтопом. И тогда уже закупаться. Кто у тебя первый? Смотрите, у меня на первом месте ПСЖ. Вот тут, смотрите, тут как раз вопрос в чем. ПСЖ только что показал, что, по сути, он был в шаге от финала Лиги чемпионов. Где, на самом деле, я не удивился, чтобы они даже выиграли его. И сейчас у вас уходит, так или иначе, не главная звезда, а главный поставщик голов. Это чувак, у которого мега стата. Ну, то есть, когда уходил Роналду из Реала, и когда уходил Бензима из Реала, всегда была проблема, кто будет забивать эти головы. И вот из всех людей, кто есть в ПСЖ, никто не является именно прям, ну, машиной по забиванию голов. Судим отдельно, отдельным вопросом хороший превью. Но почему у тебя тогда Челси не на первом месте? Потому что я, вот смотри, вот тут очень похожая была логика на Барселону. Объясню. Потому что, что Почтина, который ушел, что Малеска, который пришел, это тренеры системные. Чуваки, которые пытаются выставить какую-то систему. Если сейчас опять поменять, и опять там шесть убрать, восемь взять... А не надо шесть. Два сильных, возьми, все. Ничего не изменится. А можно я вопрос задам? Два человека не спасут Челси. Васан, у Челси нет топ нападающего. Ты реально считаешь, что Николас Джексон это то, что нужно? Нет, я так не считаю. А кто в защите будет играть? У Челси без... Вот. С учетом Тиаго Силова. Тиаго Силова ушел. А кто будет играть в Челси с учетом того, что Энсо сейчас натворил? В центре там есть. Кто будет играть? Погодите. Один вопрос. 40 человек в составе. Какое, блин, усиление? А кто у них играет на флангах за защиту? Смотрите, смотрите. Малой Юс. Кукурелья? Кукурелья. Погоди. У Челси по два человека на позицию, на каждую. Но топов нет. Но топов нет, Дима. И вы собираетесь в команду, в которой 40 человек, потратить сотню миллионов, чтобы кого-то купить? Ну какую сотню миллионов? У кого ты возьмешь, Челси? Не нужно. Два топа купите. Два топа, 50. Плюс топового защитника. Все. Вы будете в топ-4. Саш, тормози. 120 миллионов, говорит Наполе. А Симхена продать. Хорошо. Пусть 120 миллионов. Две сотни миллионов придется потратить. А ты кого хочешь? Какие вообще? Я хочу топ-форварда. Но это не я хочу. Все говорят об этом, что нет топ-форварда у Челси. Учался куча в центре. Кто еще? Топ-защитник. У Веслифа Фанат 90 миллионов стоил. Бадяшиль, Дисаси, Колуэлл. Саш, 8 защитников центральных. 8. Какая разница? Бадяшиль, Дисаси. Это уровень Монако, чувак. Нет, это топ-уровень. Бадяшиль, уровень Монако? Это уровень Монако, чувак. Дисаси, это уровень Монако. Маппе тоже уровень Монако. Кого покупаете? Ну у кого? Представь. Нет, смотри, вот ворота 100%. Маммардашвили идеальны. Маммардашвили. Это человек, который в соло будет тащить. Вот против тебя. Вот хотя бы все. Хотя бы эти два трансфера. Маммардашвили не такой дорогой. 180 миллионов евро. Ты знаешь, ничего. 45 миллионов он оценивается. 45 плюс за 125. Сколько будет? 170. Асимхер на последний год контракта. Ну камон. Какие 120? Гапполь сказал, что они не отпустят его. Придется год ждать. Ну, я не знаю. Короче. Ну это не вариант вообще. Для Челси 150, наверное. Давайте все на кого купили. Просто Челси уже купил. Давайте так. Амари Келман. 18 лет. Зачем? Ренату Вейга. Марк Диу. Кернан Дзьюбери Хол. И Тосин. Мир показывает. Мировая футбольная история. Что клубы не выигрывают что-то серьезное. Если у них одна молодежь. Ливеркузен. Одна молодежь. Ну что это такое? Чемпионат. Прости меня. Ого. Это не я. Блин. Это все равно вырежется. Нет. Оставить. 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 Оставить я сказал. Короче. Это все равно. Это все равно не. Ну как бы. Это не АПЛ и близко. Это уровень где. Бавария была мертвая. Барусия была непонятно чем пол сезона. Таланты выиграли в Европу без топ игроков. Нет. Молодыми игроками. Да. Во-первых. Аталанты там. Там сбор. Да. Во-вторых. Там 10 лет собирается она. Сколько тренера уже. А во-вторых. Там были и молодые и возрастные. Тот чувак который 3 забил в финале. Лукман 26. Лукман 26. Но это не молодое. Это не 18. Не 22. И Афинкену 26. Подожди. Успокойся. У тебя не все там 18. Успокойся. Хорошо. Хочешь тебе скажу самых возрастных игроков Челси. Давай. Самые возрастные игроки Челси на данный момент. Чиловал 30 лет. Рис Джеймс взрослый. Смотри. Два вратаря. Кепа и Батинелли 32 года и 29. Потом Лукако который уйдет 31. И Стерлинг 29. Все остальные моложе. Ну сколько им лет. И Стерлинг который тоже. Он тоже не 18. Саша успокойся. Меньше 29. Всем. Серьезно. И что. Еще раз. Самому. Самому. Старому игроку Челси. Который останется. Потому что Стерлинг видимо с Лукако уйдут. Меньше 25 лет. А где-то написано что должны быть старые игроки. Это не должны быть старые. Должны быть готовые топы. Кто готовый топ. Скажи. Тюнку. Палмер. Энце Фернандес. Я не останавливаюсь еще. Это готовые топы. Энце Фернандес. Вы сами сказали что возможно. Ну то что он дурак это не делает. Он плохим игроков. Это топ футболист. Это да. У Мозис Кайседо был топ футболист. Кайседо блин еще есть. Вратарь топовый в Челси. Скажи мне. Санчж или кто там этот. Топовый вратарь. Нормальный вратарь. Для АПЛ нормальный вратарь. Это Челси. Вы как можете черный называть белым. Он дерьмо вратарь. Он уровня блин Вестхэма от силы. Это у Куртуа был. Чех. И сейчас просто. И сейчас. Санчж в топ вратарь. Нет. Смотри. Главная логика Сань такая. Ты можешь их называть не топами. Они действительно пока не являются топами. Но в Челси есть кого развивать. Понимаешь? И поэтому лучше бы клубу заниматься тем, чтобы их развивать и продолжать какой-то вектор который есть. Не мешая. Я вот о чем говорю. В Челси главный мем по трате денег в последних лет. Надо хотя бы сейчас перестать им быть. Арсенал. Пока у них было круче молодежи, они не боролись за топовые места. Как только они усилили несколько. Ливерпуль. Была куча молодежи. Усилились. Топ вратарь. Топ защитник. Топ нападающий. Стали выигрывать. Тут то же самое нужно. Понимаешь? Пока у тебя не будет топ игроков, ты не будешь бороться за топ места. Это просто история. Мы тебя четырех топ игроков назвали. Четырех топ игроков. Это мало. Это до хрена. А я не понял. Что здесь делать Ливерпуль? Ливерпуль. Во-первых, стареет уже Салах. Он уже действительно не тот. Нужна замена. Кстати, я пока в машине ехал на съемку, увидел пост, что Куба могут подписать. Целую страну? Целую страну? Мне кажется, что, во-первых, там будет усиление у Ливерпуля. Скорее всего, Гертруид даже говорили. Говорили. Да, про Гертруиду. И он кого-то из своих притащит. Ну, типа, ты говоришь, был дед, но его нет. Но Салаха, я думаю, что... Ну, я уже смотрел все тренировочные, то есть предсезонные ролики. Он везде там. Он заряжен пипец. Сказали, что он показал лучше. И он приехал в лучшей физической форме в жизни. Вот. Он никогда такого не был. Вы что, о чем говорите? Ты имеешь в виду визуально? Нет. Там уже тесты провели. Жесткие тесты слота показали, что Салах топчет. В защите кто будет, скажи, пожалуйста, играть вместе с Ван Дейком? Канате. Канате. Но нужен второй защитник. Я согласен. Я думал с Ливерпулем, когда писал вот сюда у себя Атлетико Ювентус. Но просто кто еще? Центральный полузащитник, но не факт он нужен. Защитник 100%. Два человека. Защитник тоже нужен. Два человека. Впереди, ну извините меня, во-первых… Впереди разобраться бы с тем, кто есть. Нет. У Ливерпуля многие лидеры сходят. Ван Дейку 33. Салаху 32. Энда, который заиграл в конце сезона, ему уже 31. Робертсону 30. Плюс ко всему заканчиваются контакты. Робертсону Си Цимикас. Да. Куда еще брать? Смотрите, еще забивного форварда нет. Там ну… Эй, успокойтесь, у них 6 человек, с которым надо разобраться. Вы говорите, давай еще возьмем. Ну извините, все забивные. Нет, нет, но Ливерпуле явно не хватает в центр поля и в защиту игрока. Два человека, да. В прошлом сезоне некому играть было. Там куча молодежи, понятно, из-за травм, но куча молодых ребят играл. Но опять будет то же самое, они ничего не возьмут. Им нужно, нужно. Две позиции точно закрыть. Я записал Ювентусу Атлетико. Но Атлетико нет денег. И Ювентусу, кстати, несмотря на то, что мы классные… В смысле, они уже хорошо. Да, хорошо усилились, но там не хватает еще для того, чтобы Ювентус стал совсем старым топом. Тогда вот я написал вот сюда. Атлетико, к сожалению, нет денег, потому что Альвара Марата уходит за 15 миллионов в Милан. Это просто удар, не знаю, ниже пояса, ногой. Его опять продадут за 80? Нет, я, кстати… Думаю, что его не хотели продавать. Вы видели, что Марата вообще капец, сколько денег клубам тратил, что он пятый человек по общей стоимости трансферов. Мы делали такой шортс, посмотрите, поройте в канале. Ну, а про Арсенал, мне кажется, Клафьёри подпишут. Тогда у меня Арсенал, собственно, едет на третье место, потому что Клафьёри почти… Нет, Слава мне четвертый, потому что там еще, по сути, весь сезон не было Тимбера, который пришел. Вернется. Это топовый защитник. Ну, и пара нормально играла. Габриэл и Салиба. Клафьёри сейчас, на самом деле, внесет всю мячницу, потому что будет борьба и конкуренция за пальцами. Не будет. Он сказал, что они будут в три ей защитника играть центрально. Или с левой. Будет переделывать схему, говорит, Артета под него специально. Он будет протаскивать мяч, и потом играть. Ну, Сполетти уже попробовал. Построить футбол вокруг Клафьёри не получилось. За три игры попробовал. Ну, для меня это рискованная тема. Скорее для меня Арсенал – это правый защитник, потому что Бен Уайт. Скорее левый защитник, потому что его нет. Бон Вайт топовый. Бон Вайт топовый. Не устраивает себя? Ну кому? Друзья, приходим к третьему вопросу. Далее поговорим про лучшие трансферы, которые остались несколько незамеченными на фоне более крупных сделок, например, в силу небольшой стоимости и отсутствия хайпа. Итак, лучший трансфер второго эшелона, про который не так много говорят. Серуди России в Дортмунд, Альеш Гарсия в Байер, и один ваш вариант. Ну что, мы написали, а нашим зрителям хочу сказать, что теперь следить за РПЛ вы можете в нашем новом телеграм-канале «Мяч.рум». Там мы пишем про чемпионат России, кубок, матч сборной. А в качестве небольшого стимула подписаться и в честь открытия канала мы совместно с чемпионатком проводим конкурс. Разыгрываем пять футболок наших главных легионеров в Европе. Да-да, даже Кокорина. А еще Головина, Мирончака, Кузяева и Захаряна. Три из них с подписями самих игроков. Надо просто подписаться на нашу новую телегу и телегу чемпионатком. Ссылка на конкурсный пост внизу. Ну а теперь переворачиваем таблички. Арчи Грей. Интересно. Вы знаете, кто это? Да. Реально знаете. Сейчас будут крики просто от меня. Давайте Саша начнет, потому что он мало говорил до этого. Потому что только знаю. Спасибо. Сейчас открывается подкаст про чемпионшип, да? 41 миллион. Я решил просто зайти на вкладку «Трансформат» «Самые дорогие трансферы лета». Их действительно немного супер дорогих. Относительно сейчас какие траты, какие суммы трансферов. Я такой смотрю, чувак из чемпионшипа. Такой 41 миллион. Глаза протер, смотрю реально. Думаю, надо посмотреть, поизучал. Вот. И я такой думаю, офигеть, 40 миллионов человек из чемпионшипа перешел. Вот я посмотрел. Из чемпионшипа. Похоже, да. Все это все равно похоже. Вот. Я посмотрел нарезки, прям изучил. Человек как играет. Он просто реально фантастического уровня игрок. Он за молодежкой. В чемпионшипе, да? А какая разница? В лице? Нету. Вот. И он, короче, умеет вообще практически все. А если бы из «Сегунды» в «Барселону» взяли за 40 миллионов? Ну я бы... Подожди. Вот он понимает, что он универсальный. Со что купил ты его? Скажи, кто купил его. Тоттенхэм. Тоттенхэм купил из лица за 41 миллион. Человек вообще умеет тоже все. Мне кажется, это новый деклон райзем. Тоттенхэм был нормальный, да, чуваки? Ну то есть, типа, ну мы же как бы ноунейм команда. Мы останемся и ноунейм. Пастека всех берет под свою систему. И Грей, все говорят, очень подходит. И на самом деле хвалили в английской прессе. Очень этот трансфер. Я не видел его вживую. Именно полные игры с ними. Слушайте, вот смотрите, ребят, по поводу Грея. Вот если бы сейчас условный Тоттенхэм или нам МЮ взял бы Льюиса Майли из Ньюкасла, 18-го этого чувака, который ворвался и реально показал, что он может играть в ВПЛ за 50 миллионов, я бы сказал, блин, вот это вы круто сработали. Это, блин, ну типа просто какой-то кот в мешке. Таких мешков, типа ВПЛ, каждый год 5 или 10, за кого очень много платят. Да, да, да. И потом это просто мимо. Еще и за 40 миллионов. Ты же понимаешь, какое давление на него и за этот ценник? Сколько у тебя первый? У меня на первом месте Савио. Потому что это самая продуманная сделка. Чувак находится в системе Сити, Труа и Жироны. В Жироне показывает супер сезон и его за небольшие деньги покупают. Вот это пример, как сработала система огромная. И она сработала так, что он еще... А где он будет играть? На вашей позиции. А кто, ты думаешь, Гриллиш там будет реально? Он пришел на левую... Погоди, погоди. What? Come on, блин. Жереми Даку. Ну и что? Да это лучше. Жереми Даку сильнее, чем Савио. Во-первых, во-первых, у тебя есть прикольная конкуренция между двумя молодыми топами. А Гриллиш куда-нибудь? Гриллиш до свидания. Вастон Виллу. Пусть едет обратно. Все, он закончил. Савио может просто сесть на банку и все. Во-вторых, во-вторых... Ты говорил про формулу Саваха. Ты видел Гриллиш вообще в каком сейчас порядке? Он из отпуска раньше вышел. Просто фотки посмотри. А что? Спорим, он еще сезон проведет. Пресс у него всегда есть. Мы же не про пресс говорим. Мы говорим про пресс. А что с ним случилось? Во-первых, вы недослушали. Савио может играть и на правом фланге инвертированного вингера. Сбрасывать себе под левую и бить издаль. Он может играть и на правую и слева. Фоден играет десятку. Он будет играть правее. Весь сезон играет Фоден десятка. Стартовая позиция правой нападающей. Я думаю, что с учетом старения Деброни и слухов про то, что даже велись какие-то переговоры по поводу контракта с Деброни, то как раз Фоден замена Деброни. Тогда 100%. И тогда Савио туда... Тебе не кажется, что уровень допуска единоборств в Англии чуть-чуть повыше и любой просто первый удар по ногам серьезный и Савио ломается? Просто проблема в том, что он пришел в команду, которая сидит на воротах соперника. И как раз его действия индивидуальные нужны. Саша, кто у тебя первый? Дераси, Гарси и Марата на третьем месте. Серьезно? Но Марату говорили много достаточно, мне кажется. Марату много говорили. Я на самом деле, знаете, что хочу сказать? Я начал смотреть, вот Васан как раз затронул тему, типа, что самый дорогой, с точки зрения... Ну, один из самых дорогих, с точки зрения количества переходов. Он играл Марата у Симеоне, у Делла Фуэнте, у Аллегри, у Мауриньо, у Зидана, у Анчелотти. И то же самое, кстати, с Хайвертсом, которого вы критикуете все, да? Который у Тутеля был чемпионом Лиги Чемпионов. Который сейчас... Нагельцман, который его тоже поставил. Которого Артетта сделал самым дорогим игроком Арсенала и позвал к себе. Я вот думаю, вот люди, которые критикуют меня за то, что я защищаю там Марату иногда и Хайвертса. Вы реально думаете, что вот эти все тренеры, они идиоты? Ну, типа, у них есть вообще чуть ли не неограниченный бюджет взять любого форварда мира, но эти игроки, они вообще иное приносят в клуб. Ты никогда не допускал, что есть в футболе ошибки. Их боялся. Симеоне, Делефуэнте, Аллегри, Муриньо, Зидан, Анчелотти. Все ошибаются, да? Единственное, у кого он хорошо играл, это Аллегри в Ювентусе. Больше не есть. И выходя на замену у Зидана. Это же очень поверхностный вопрос. Это вопрос нашего стрима. Говорит форвард, забивай голы. Нет. Это вопрос нашего стрима. Германия только так играла. А что же тогда они его не оставляли, если они такой полезный? Что же они все избавлялись тогда от него? А? От кого избавлялись? Что он там в основе нигде не был? Подожди. Он нигде не был основных футболистов. Смотри, Каверц ушел из «Челси», потому что ушел тренер. Охренеть, блин. Меня поверхностным назвали. Не надо меня называть поверхностным, аллю, блин. А ты что, просто тонешь, что ли? Нет. Извини. Он нигде не был основных. Нигде. Марата, нигде. За все твои переходы. Он просто чистил сам эту команду. Он дает абсолютно другое вообще. Да он никому не нужен, если от него избавляются. А что же они его продали за 15 миллионов? Да они не удержали его. За 15 миллионов. У них нет денег. И Бората такой. Блин, ну там Павло Фонсека. Такой крутой тренер португальский. Блин, ну вообще такой топ мега. Там все ушли из Милана. Ну так хочу на Санкт-Петербурге. Забывай, что ему уже 30 лет. Херню какую-то несете, бля. Просто, ну это тупое подписание было контракта. Я так понимаю, там Клоусулу было 15 миллионов. То есть зачем-то вставили такую низкую. И поэтому Милан увидел и выкупил. Короче, мы не обсудили игроков, которые были в стартовом, блин, сочетании. Гераси и Олеша Гарсии. Мне кажется, что Олеша Гарсии это родриподобный игрок. Его в Байере не хватало. Поэтому я бы на его месте пришел туда. То есть я, как болельщик, хотел бы, чтобы он пришел в команду на первое место. То есть чтобы он играл там. В смысле, чтобы он там был лидером. Мне кажется, будет пара Паласиус плюс он. Либо Андрих плюс он. Гранит и Андрих, братан. Гранит и Андрих? Я, кстати, согласен с вами. Ну не знаю. Кстати, про Гарсию очень хочется рассказать короткую историю. Там просто его биография на самом деле. Олеш Гарсии, кто это такой? Человек играл в Сити лет пять. Его Гвардиолу прямо на поле учил играть в футбол. Есть идеальный видос, загуглите. Человек играл в команде с названием Excel. В Word не играл, я проверил. Значит, человек играл в Динамо Бухарест. В Бухарестском Динамо в 22 года. Его кинули на деньги, полгода не платили за оплату. Он работал психологом, чуть не закончил карьеру типа в 25 лет. У меня Герасий, кстати, последний, потому что, несмотря на 18 миллионов, классный сезон, топ-форвард, все вроде здорово, но он походил в старой Баруси, а новый не факт. Потому что, что там строят Нуришахын, пока что проигрывают тайским клубам. Нет, просто Герасий показал в Штутгарде, что и в подыгрыше, и сам забивать. Нет, он топ в этом. Мы не знаем, в какую систему он приходит. Говорю, в старую Баруси, встать вместо футбол. Один нападающий есть сейчас всего. Два. Да, Алер еще. Алер ноль голов за сезон, но это не нападающий уже давно. Ты говоришь, что у них есть один. Да. Ну, Алер все равно там. Ну, Алер, он там как бы физически, потому что у него самая большая зарплата в клубе, его просто не могут никуда деть. Самая большая зарплата. Да. Значит, он точно там. Ну, он играет, блин, у него ноль голов за сезон в Бундеслине. Ты не допускаешь, что он при новом тренере может заиграть? Нет, не допускаю. Почему? Ну, потому что он весь год провел уже плохо, полтора года. У него, видимо, после этой проблем со здоровьем что-то сломалось психологически. Ну, ты видел, как он играет? Он играет просто плохо. Четвертый вопрос. Жизнь ПСЖ после Мбаппе. Чем французскому клубу и вообще кем заменить свою бывшую суперзвезду, чтобы наконец-то выиграть Лигу Чемпионов? А, может быть, замена уже есть внутри состава? Будет интересно услышать мнение нашего Дмитрия. В общем, первый вариант – купить Осимхена. А второй – напишите свой. Так, ну что, готовы? Поехали. Давайте жару наведем. Извините, можно? Давайте я сразу отменю Диму в этом. Потому что вчера Лаутару переподписал контракт с Интером. Закончили. Ребята, давайте. Осимхен. Иди на хрен, блин. Надо сидеть за новостями. Мы рассматриваем все варианты. Он вчера переподписал контракт. Мы рассматриваем все варианты. Нет, нет. Саня, вам слово. Что значит нет? До свидания. Не рассматриваю. Я считаю, что вот никем нельзя заменить Мбп, кроме одного человека. Осимхен. Второй вариант даже не нужен. Вот либо Осимхен, либо Осимхен. Смотрите. Зачем я ему дал слово Диму? Дима, пожалуйста. Все-таки. Да, выдадим. Вообще, два одинаковых практически футболиста. Оба быстрые. Оба много забивают. Оба физически очень сильные футболисты. Оба забивные. Поэтому единственный человек, которому можно заменить Мбп, это Осимхен. Ни одного форварда другого не подойдет. Им нужен именно человек, который будет заменить. А вот Влахович у вас сам тоже не подойдет? Не, ну давай не будем тоже издеваться. Пацаны, ты бы себе тоже слово не дал бы, если бы увидел. Какой Влахович? Вы что гоните, ребят? Влахович мега нападающий. Просто реально, ну как бы, скала, при этом нормально играет ногами, забивает головой с этих тупорылых навесов Дембеле, которые летят никуда. Единственный человек, который может их замыкать, это Влахович. Лаутару закончили. Почему закончили? Смотрите, но вот мы говорим, кем заменить Мбаппе. Я считаю, что ПСЖ нужна личность большая. И чувак, который может быть мотором команды. Ну то есть, при всей там кайфе какого-то Виттини футбола, при всем кайфе там Заиры Эмери, Фабиана Руиса, я считаю, что им нужен такой чувак, как Вальверде. И мне кажется, что как раз он в реале уже какого-то пика достиг. То есть, его продадут. Лаутару мы не рассматриваем, Вальверде рассматриваем. А Вальверде вообще никогда в жизни уйдет. Он никогда не уйдет. Я рассматривал варианты всевозможные. Всевозможные, доступные на рынке. Харри Кейна рассматривал, Мбаппе вернуть рассматривал. Мне показалось, что Лаутара идеально бы склеил то, что есть в центре поля. А почему не 8-10? Мне не нравится Витя. Вот не нравится мне он. Мне кажется, он такой довольно однотипный нападающий под убегание за спину. Пассажир не играет в убегание за спину. Знаешь, чего ты самого главного пускаешь, Витя? Это для меня после Луиса Суареса, который уже сейчас в Интере доигрывает, самый крутой напад, который играет без мяча и борется за их. То есть он на самом платке может поставить корпус, ты к нему не подойдешь, и он сделает гол из ничего. Ты просто гол в Барсе, да, помнишь? Нет, он вообще очень хорош в борьбе. А Хвича почему ты считаешь, что не подойдет? Хвича я просто считаю, что это перехайп. На Евро, собственно, главной звездой Грузии был не Хвича. А ничего страшного, что Хвича... И даже не второй. Хвича и Макоутадзе забили одинаковое количество сыгры. Просто два пенальти дали запить. Но Хвича не был так важен. Нет, больше, согласен. Но в целом Хвича в плохом сезоне Наполя провел неплохой сезон. Единственный. Пожалуйста, можно не Хвича? Нет, Сань, я думаю, почему говорит Дима так? Потому что на самом деле Баркаля и Дембеле... Охрененная пара. Края закрыты? Очень крутая пара вингеров. Согласен. Поэтому... Согласен. У меня еще дайте... Хвича, на самом деле, может приехать, условно говоря, сесть под Баркаля и еще и расстроиться. Если Хвича придет, кто будет играть на форид Баркаля? Да. Сколько они... Там есть Кацалу, Рамуш, Рандаль Кулумани. Господи, пожалуйста. Давайте забудем про это. Мне кажется, Рамуш будет больше играть в этом сезоне. Не Кулумани, а Рамуш, как в прошлом. А Ника, мне кажется, интересно, просто он молодой. И у него сумма выкупа есть. И его реально купить... Да. Тогда кто-то из них должен уйти. Либо Баркаля, либо Баркаля. Переходим к последним вопросам, друзья. Последним будет вопрос-пожелание. Напишите любого игрока, которого очень хотите видеть в своем любимом клубе. Вот любого, кого прежде всего хотите увидеть, и вы будете счастливы. Так, ну что, какого игрока ждем в своих любимых клубах? Парам-папам! Пацаны, это очень частый вопрос в интернете. Вот типа, если бы можно было вернуть назад, что бы ты изменил? Клянусь вам, вот тот год, когда он из Барселоны уезжает в Интер, я бы отменил этот год. Если бы он остался в Барселоне, сколько Барселона времен Бобби Робсона, Ван Галли выиграл бы? Это просто страшно представить, реально. Вот такого человека не хватает в Барселоне. Я согласен, я тоже скучаю по одному человеку. Мне кажется, каждый уважающийся фанат Барселоны о нем скучает. Этот переход случился неожиданно. Неожиданно все грустили, не понимали. Вот даже, мне кажется, фанаты Мадрида нормально к нему относились, потому что он как художник на поле делал. Просто его любили все за красивый футбол. Ты про Рональдини? И я про Неймара. Это было очень грустно, когда вот этот клуб перехватил. И прямо сейчас у нас может быть два Неймара сразу. Вы знаете, что Ямаль и Ника это фанаты Неймара на самом деле. У них даже вот это праздное, как у Неймара. Они выросли на нем. Да, они, блин, вообще они просто два Неймара. Они там футбол показали оба, это прикольно. И мне кажется, они реально наследники того, что есть. Выросли на правильных людях просто. Вот. Васан, ну сейчас с Рональди чуть-чуть не форми как-то. Да, вообще глобально. Вот у меня второй вариант был. И это тоже касается тем, что я бы перевернул. Потому что когда он пришел, не, когда Тюрам пришел бесплатно в Винтер, когда Маркус пришел, типа у нас был вариант у Барса его взять. И что самое смешное, что Лилиан, папа, который играл в Барсе, сказал, иди в Винтер, а не в Барсу. И вот сейчас бы Тюрам просто как влитой бы встал в эту команду, потому что Тюрам очень круто играет на команду. Очень классно, как второй напад. При этом он и на втором этаже крут, и сам может забить. Ну и вот нам как раз нужен центральный напад. Потому что Ливандовский... Ты сидел в сборной Франции на замене. Слушай, ну я бы сам вопрос. Санчо хотят купить? Хотя Санчо интересный вариант, если будет играть как в полуфинале против Пассажира. Только в такой конфигурации. Мне кажется, он тоже сядет. Право, вместо дембеле твоего любимого. На самом деле хочется Фабиана Руиса времен Евро. Пожалуйста, заверните, запакуйте. Пусть будет. Но на самом деле я бы посмотрел еще на Бруно или на Эдегора. Выбирал вариант Лутара, если что основной. Но, мне кажется, в Пассажиру и Сенрике... Блин, кстати, Бруно. Много, да? Много в Пассажиру и Сенрике? Да, потому что, если честно, мне кажется, что ему просто мораль... Просто уничтожили в МЮ. Ему не дают играть на своей позиции. Он продолжает создавать моменты, эти не забивают. Он просто валяется на каких-то местах непонятных. А это футболист для топ-клуба. Притяните, я припеваю. Бруно буллет, получается, и в МЮ, и в сборной Фонтугалии не дают играть. Да, не дают играть. В двух одних самых лучших по составу командах из сборной Фонтыгалии. Кому он будет ассистировать в Пассажире? Да это не так важно. Важно, что в Пассажире, как мне кажется, больше не хоть игрока, который ключевую передачку сделает последней. То есть они классно подводят мяч к штрафной, но иногда они вот эту вот титикаку, титикаку и прочие буквы... Тебе надо раковой той стройки убирать. А Витине, Бруно и... И Зайра Эмири пока посадить. Да, я бы посмотрел так. Можно, скажем, просто Челсин купите нормальному нападающего. Вот Асимхен, Тони, Уоткинс, ну, готового, кто нормально забивает уже в АПЛ. Все. Кстати, Уоткинс очень круто. Я бы Уоткинс забил. Просто кого-нибудь из них. 70 миллионов по нынешнему рынку. Дорого. Не, ну Уоткинс показал на турнире, что реально без мяча скорость, реализация крутая. Друзья, на сегодня все. Напишите, чьи еще ответы, кроме Васанта, как обычно, вам понравились. А также пишите свои варианты в комментариях. Ну, вообще, если честно, по комментариям, судя, мои ответы все меньше и меньше нравятся. А по голосованию, судя, только ты и нравишься. Я тебя не буду включать. Спасибо, братья, спасибо. А еще обязательно подписывайтесь на все наши телеграммы. На телеграммы Ткачука, на Димин телеграмм, на телеграмм Мяч Продакшн, на телеграмм Москвич Индус. И спасибо, что вы с нами вообще и смотрите нас. Кстати, в своем телеграмме я разговариваю. Это не точно. Он байтит в своем комментарии. Дима токтит, Васанта бомбит. Как обычно, все, как вы любите. А у Сани нет. А что делаешь? И на новый канал про российский футбол Мяч Про. Не забудьте подписаться. Мяч.ру, вернее. Ну, а теперь все, да? Да? Пока. Классный выпуск, мне кажется.